Они стали первыми звездами шоу-бизнеса. Их жизнь бурлила шампанским в крови, как их бешеный канкан. Цветы, поклонники, танец и слава. Но что на самом деле происходило за кулисами кабаре? Как на самом деле живой с танцовщицам? Что вы даже не подозревали о канкане? Были ли красотки Мулен Руш столь развратливы, как в одноименном фильме? Почему их жизнь была так опасна? И чем вас так поразит жизнь танцовщицы кабаре? Итак, знакомьтесь. Нашу героиню зовут Луиза Вебер. Ее мать держала прачечную, и юная Луиза в 16 лет тоже поступает на работу в прачечную. Кстати, работа прачки считалась одной из самых тяжелых в 19 веке. Как и стирка в целом. Дома она могла растянуться на несколько дней. Воду наноси, разведи огонь, накипяти ее. Поэтому и пользовались популярностью услуги прачечных. У бедных женщин, занимающихся стиркой, были большие проблемы со здоровьем и сорванные спины. А уж как быть с пятнами и вовсе жуть. Хозяйка не хуже профессионального химика, разбиралась в разных веществах. Так жирные пятна выводили маслом. Пятна от воска, скипидаром, пятна крови, керосином, ну и так далее. Был и проверенный веками способ. Еще со времен древнего Рима стирали мочой. Для этого там ее даже покупали. Представляете, какой запах в таких вот прачечных стоял. И как приятно, что сегодня эти времена позади. Я вот, например, для стирки теперь использую вот такое замечательное средство. Универсальный пятновыводитель-отбеливатель. Мой Рэббит с прекрасным запахом. Давайте проведем эксперимент. Заляпала я практически новую футболку. Малосимпатичные пятна. Чем только уже не пробовала, не отстирывается. Заказала на Wildberries Рэббит. Сейчас покажу вам мой эксперимент. Отмеряю специальной мерной ложечкой из пакета порошок. Активирую горячей водой. Смотрите, какая пена. И вуаля! Рэббит справился. Вот так выглядит моя футболка после стирки. А вот так выглядела до. Как выяснилось, универсальный пятновыводитель-отбеливатель мой Рэббит отстирывает всю еду, траву и кровь. Он гипоаллергенный. То есть подходит и для детских вещей. Но самое замечательное, что средство мой Рэббит я могу использовать для всего дома. То есть для очистки посуды, уборки в ванной комнате. Он удаляет ржавчину. Идеально очищает кастрюли и даже мебель. Сейчас покажу, как он помог мне очистить сковородку. Насыпаю Рэббит, заливаю кипятком и оставляю на какое-то время. Смотрите, это просто удивительно, насколько сковородка и правда стала чище. А в воде плавают растворившиеся остатки ржавчины и копоти. В общем, вместо кучи разных химических средств, теперь можно купить один универсальный пятновыводитель-отбеливатель мой Рэббит. Причем это эко-средство без специфического химозного запаха. На мой взгляд, перейти со старых средств на Рэббит, это как в предыдущей эпохе, узнать, что стирать можно не только аммиаком. Ссылкой поделюсь в описании. Ну а наша героиня вкалывает в прачечные. Вокруг яркими огоньками и звуками музыки велась прекрасная эпоха. Время, которое назовут золотым веком бульваров, кафе и кабаре. Время, Луиза мечтала о танцах, брала красивые платья, которые приносили стирать, и танцевала в них в таком от матери по ночам. Так она попала в знаменитый кабаре Молен-Руж, где ей предстояло стать королевой Монмартр. Последняя четверть XIX века во Франции получила название «Прекрасная эпоха». Легкомысленное и беспечное время, когда промышленная революция разрушила социальные барьеры и появилась надежда на лучшую жизнь для всех слоев населения. В это время стремительно развивался технический прогресс. Изобрели автомобиль и кино, радио и аэропланы. Это тогда зародилась массовая культура и привычная нам индустрия шоу-бизнеса в которой женщины играли особую роль. Мало того, именно тогда впервые в западной культуре женщины богемных кругов поставили на первое место карьеру и личностный рост. И именно тогда в моду вошли знаменитые кабаре. Кабаре, как ни странно, слово голландское и означает буквально «комнату, где пьют». Недаром знаменитым Молен-Руж с шампанской текло рекой. А вот изобрел кабаре Наполеон. Это он велел народу веселиться и петь не на улицах, а в специальных заведениях. Самая знаменитая кабаре мира – Молен-Руж. В переводе – «красная мельница». Оно было открыто на Монмартре, самом высоком холме Парижа, и тогда его захолустье, в 1889 году. Кабаре поражало. Крылья гигантской красной мельницы крутились, везде горели гирлянды огней, а в саду стоял гигантский слон из экспозиции на всемирной выставке в Париже. Внутри слона было кафе. Он был визитной карточкой Молен-Руж. Внутри самой красной мельницы было еще более роскошно. Здесь, казалось бы, было невластное само время. Круглые сутки бурлил бесконечный праздник. Танцы, смех, играла зажигательная музыка, играли в карты и беседовали, пили шампанское и наслаждались безумными танцами. На диванах в углах можно было поспать и опять вернуться к веселью. Надо сказать, кабаре с первых дней обрело дурную славу. Здесь были доступны все самые запретные развлечения. В кабаре было полно дам легкого поведения, которые десятками сидели за столиками, ожидая мужчин. Легкостью нравов отличались и сами танцовщицы. По поводу гибкости их нравственных принципов в Париже ходили легенды. При том, что во Франции и так очень легко относились к разврату и ночным бабочкам. Нравы французской Бель-эпох, ну, прекрасной эпохи, были несопоставимы с чопорностью викторианской морали в Англии и США. Там джентльмены искали продажную любовь, но самих дам легкого поведения общество сурово осуждало, ведь недаром в Лондоне появился джек-потрошитель. В России жрецу любви воспринимали как несчастных жертв общества и жалели. А вот во Франции к ним относились легко. В прекрасную эпоху считалось, что каждая ночь может стать вашей последней, а значит нельзя отказывать себе в чувственных удовольствиях. Ну, а знаменитая красная мельница считалась, цитирую, «королевством ночи, удовольствий, где богатые могущественные мира сего играют с юными и прекрасными созданиями, со дна общества». В одном вихре вечного праздника и эйфории здесь веселились художники и воры, миллионеры и пьяницы, представители социального дна и будущий король Англии. Французы говорят, кто был в Париже и не посетил Мулен-Руш, тот не сможет до конца понять, что же такое Париж. Для каждой девушки в кабаре придумывали яркий псевдоним. Здесь Луиза Вебер получила псевдоним Лагулю или Обжора за то, что очаровывая мужчин, подсаживалась за их столики и опустошала их бокалы, тарелки, ну и кошельки. Все красотки, танцовщицы Мулен-Руш при поступлении получали очень странные псевдонимы. Нини, лапки кверху, ватрушка, канализационная решетка. На этом фото они все вместе. Крайняя слева Нини, лапки кверху, на шпагате сидит Лагулю, ну а справа стоит ватрушка. Крайняя справа канализационная решетка. Жанну Авриль называли Динамит или Безумная Жанна за ее исключительный стиль танца. Если другие кабары делали ставку на шансоны и короткие музыкальные постановки, то фишкой Мулен-Руш стал знаменитый Канкан. Именно наша героиня Лагулю со своим партнером Валентином Бескостным это тоже псевдоним. И ввела в моду этот особый танец, быстро ставший визитной карточкой Мулен-Руш, во время которого надо было сделать вертикальный шпагат, поднять ногу на 180 градусов, а потом прыгнуть с него на горизонтальный шпагат. Чтобы понять, насколько неприличным был этот танец, посмотрите, как выглядело в те годы нижнее белье. Видите, оно даже не было сшито посередине. Теперь понимаете? Некоторые особо развратные дамы, впрочем, танцевали Канкан и вовсе без панталон. Власти даже обязали в зале обязательно присутствовать сержанта, который выводил слишком смелых дам. Ну а Лагулю еще и сердце на панталонах вышло. Еще одним ее фирменным культовым жестом было, когда она закидывала юбку на спину. Толпа ревела. Другой фирменный номер, от которого мужчины просто падали штабелями, взмахом ноги сбить цилиндр с головы посетителя. В общем, в 19 лет Лагулю стала главной звездой Мульен Руш. Ее называли королевой Манмар. Смотреть на нее ехали мужчины со всего мира. Ее обожал знаменитый художник Тулус Латрек, который все время проводил в Кабаре. Он же и оставил множество ее портретов. Лагулю была натурщицей Ренуара. Ее фотографировали и снимали в кино. При этом она была вульгарна, развратна, беспринципна и уиканна. В общем, это живое воплощение Мульен Руш. Она стала настоящей звездой шоу-бизнеса прекрасной эпохи. Звезды Кабаре, конечно, зарабатывали огромные деньги и ни в чем себе не отказывали. Они меняли любовников как перчатки. Для 19 века это, конечно, нонсенс. Так, когда у Лагулю родился сын, она не знала, кто его отец. Записал его на себя ее друг и один из любовников. Ну, а главное, зачем все шли в Мульен Руш, называлось Большой Галдеж. Этот канкан исполняли сразу несколько девушек, когда публика уже была разогрета. Вместе с Лагулю прямо посреди зала. Он был максимально откровенным. От Большого Галдежа дрожали стены и потолок. Посмотреть на него ехали богатые и знаменитые со всего мира. Однажды в Мульен Руш появился даже будущий король Англии Эдуард VII, тогда еще наследный принц Уэльский. Его высочество решил своими глазами посмотреть, о чем так много говорят по всему миру. По легенде, увидев его во время танца, Лагулю крикнула ему «О, Уэльский, с тебя шампанское». Вот как описывала то, что чувствовали сами танцовщицы, когда плясали канкан, знаменитая Регаль Бош. Для канкана существует только один синоним – бешенство. Правая нога не должна знать, что делает левая. Канкан – это бешенство ног. Когда я танцую, мноя владевает род помешательства. Я забываю все. Музыка сжимается в моей груди, бросается в голову, как пары шампанского. При последней ноте ретурнели я в опьянении. Тогда иступление становится беспримерным. Мои руки в безумии, ноги тоже. Мне нужно движение, шум, садом. Это рот какого-то сотрясения, переливающегося из ног в голову. Все волнуется вокруг меня. Декорации, мебель, свечи. Можно сказать, что все это сговорилось передавать мне музыку. В эту минуту, если бы стена стала передо мной, я бы, кажется, прошла и сквозь нее. Лагулю падала на шпагат с диким озорным визгом, завершая танец. Это стало фирменной фишкой Мулен Руш. Публика собиралась толпами, чтобы увидеть этот номер, который со временем лег в основу главного шоу. Публика ее обожала. Мужчины ложились у ее ног. Она заработала танцами огромное состояние. Но что скрывалось за ее знаменитым криком? На самом деле, такой искрометный канкан это настоящий кошмар для танцовщицы. Наверное, самый опасный, самый сложный и самый травматичный танец из всех. Ежедневная жизнь танцовщицы это порванные сухожилия и разбитые носы. А кричали во время канкана они от боли. В кабаре выживали самые сильные, больше других, мечтающие о славе. Для того, чтобы достичь своих целей, они готовы были на все и прогрызали себе зубами дорогу в светлое будущее. Вначале от танцев на каблуках ноги девушек были стерты мозолями, которые при ходьбе причиняли невероятную боль. Но на лице у них должна была быть счастливая улыбка. В кабаре процветали венерические заболевания, а эффективно лечить их научились только во второй половине 20 века. В ту эпоху лечение еще и калечило, бедняка укорачивала их жизнь. Так, чтобы спасти больных сифилисом, врачи специально заражали их малярией. Мужчинам могли удалить и детородный орган. К тому же многие девушки были зависимыми. Настоящая чума того времени это абсцент. В 1893-м именно в Молен-Руш был изобретен стриптиз. Интересно, что разделась не одна из танцовщиц, а посетительницы, воспламененные яростными танцами. Это произошло во время вечеринки, устроенной парижскими студентами. Девушек за это арестовали и оштрафовали на 100 франков. А в Париже вспыхнули бунты студентов. Спустя 6 лет карьеры в Кабаре Лагулю ушла из Молен-Руш богатой и знаменитой. Известная танцовщица ушла, не падайте, в дрессировщицы. На заработанные деньги она открыла балаган на ярмарочной площади, в котором и выступала. Она вышла замуж за фокусника, вместе с которым они стали известными укоротителями и принимали участие во всех главных цирковых шоу во Франции. А в 1904-м они чуть не погибли, когда во время представления на них напала пума, и они оба чудом спаслись. Впрочем, публика ждала от нее искрометного канкана, а не дрессировки зверей. Балаган Лагулю разорился, а она обанкротилась. Потом во время Первой мировой погиб ее муж, умер сын. В 1928-м бывшая мировая звезда продавала сигареты в нищенской одежде рядом с Молен-Руш, на сцене которого блистала когда-то. В доме престарелых в нищете скончалась и Жанна Авриль, которую играла Николь Кидман в фильме Молен-Руш. Конконерка с псевдонимом канализационная решетка, ее прозвали так из-за неровных зубов, в старости работала дворником. Жрицы прекрасной эпохи не знали, что такое экономить или копить. Жизнь вокруг них должна была бурлить весельем. Между тем, прекрасная эпоха заканчивалась. Человечество вступало в эпоху войн. Сумасшедшие ночи Молен-Руш закончились с началом Первой мировой. Кабарет открылась лишь в 1921-м, теперь уже как респектабельный мюзик-холл и одно из самых знаменитых мест Парижа – памятник прекрасной эпохи.